Музыка Начали эту помощь выдавать переселенцам, которые зарегистрированы в городе Славянске. Их сейчас на сегодняшний день 3750 было на утро. Сейчас каждый день добавляется. Я ее распространяю, ему фото, видео, отчет. Вы увидели фамилию Олега Костина, это же ваш однопартиец, коллега. А какое отношение он имеет? Значит, какое он имеет отношение? Вот смотрите. На самом деле, вот вы видите, к примеру, на пакетах, и вы все знаем, и по телевидению, что оказывают помощь в фонд Рината Ахметова. Но он это делает через, сейчас вам покажу, тоже не напрямую. То же самое было предложено и нам, чтобы какая-то организация взяла на себя, то есть координацию, имеющая бухгалтера, штат, людей. Потому что по каждому беженцу порядка четырех вот таких документов, чтобы он получил, нужно заполнить. То есть анкеты, паспортные данные, состав семьи, предоставить оригиналы документов, ведомость, заявление написать, чтобы вести эту работу, а потом ее обрабатывать в электронном виде и каждые 16.00 каждого дня отправлять в колл-центр, отчитываться по ней. Поэтому нужна была действующая рабочая со штатом, организация, которая бы могла эту работу проводить. В связи с тем, что это принять нужно было быстрое решение, ну лично у меня под рукой было только несколько таких организаций. Есть две из них политическим подтекстом, которые мы не хотели сюда вставлять, в общем-то проконсультировались. Одна, ну тут жила источник надежды, скажем так, не носящая ни в своем названии, ни в каком, ничего политического, кроме того, что ей руководит депутат городского совета Костин, вот и все. Сегодня пригласили сюда наша городская общественность, которая пришла посмотреть, каким образом распределяется гуманитарка. Что я со своей стороны вижу? Я увидел ту гуманитарную помощь, которая пришла от фонда Рината Ахметова. Она пришла для распределения переселенцам. Я как человек сейчас однозначно, вижу, что... Потому что я сейчас не знаю, что там уже... Я уже там чму уже, выводи своих людей. Я тебе расскажу, иначе я сейчас обучу кому-то поговорить. Вы не поняли или нет? Вы не отдаёте от человека. Ну, давайте я закончу. Со своей стороны я очень рад, что эта гуманитарная помощь раздается, и что люди будут, ну, что это поможет. Единственное, что бы я хотел бы, чтобы это не переросло ни в какую, ни в предвыборную кампанию, чтобы это никак не использовалось потом в пользу кого-то из кандидатов. Её даёт, я её распространяю, ему фото-видео-отчёт, и всё. Не знаю, наверное, штук 300 лесфол. Это всё на Костину, да? Да, абсолютно всё на Костину.